Ребят, всем привет! Продолжаю решать вопрос с выпиской из Горохова. И самое интересное, что обзвонила все инстанции, куда только могла звонить. Позвонила снова в МВД, того района, где живу. А мне вторая женщина говорит, так вам не надо никуда ехать. Говорит, сейчас приезжайте, ну, в часы работы. Говорит, даете паспорт, пишете заявление на выписку, на снятие с регистрации по месту жительства, ну, по месту прописки. Говорит, мы вас это заявление ваше отсылаем туда, а вам сразу в паспорт ставим отметку, что вы выписаны. Говорит, что так можно было? А в тот раз я звонила, видно, другая женщина подняла трубку. Мне сказали, что нужно будет потом ехать туда печать ставить. Вот так вот, одно место звонишь, короче, я поняла, что нужно консультироваться несколько раз. Поэтому то же самое у меня в центре было. Я позвонила, сначала мне сказали одно, потом позвонила на единую справочную, мне сказали абсолютно другое. Поэтому всегда нужно перезванивать с несколькими людьми разговаривать. Это мой опыт, уже не один раз такой сказывался. Вот сейчас он тоже проявился. Поэтому сейчас пойду с паспортом, посмотрим, что из этого получится. Все-таки действительно это была женщина права? Или первая была права? Короче, картина такая. По телефону мне сказали, что дадут прямо сейчас паспорт. Здесь у меня забрали его на три дня. Потому что, говорит, если было где-то в Новосибирске, сразу бы поставили печать. А так в течение трех дней делается. А потом, типа, мне дадут паспорт. А я говорю, так мне сказали по телефону, что сразу дадут. А она говорит, если бы через госуслуги вы подавали, то сразу бы отдали. А так, говорит, это три дня ждите. Поэтому через три дня я приду уже, выписано и не надо никуда ехать. Для меня это такой праздник, потому что мы как в сборе подумали, сколько нам это дастся, во сколько обойдется. Это мне нужно будет уехать. Полтора суток туда езда. Ну, считаю, что двое суток уйдет на этом. Двое суток обратно и сутки там. Получается, пять суток. Пять суток Боря выпадает с работы. Я трачусь на проживание туда, там и на билеты. Это огромнейшая сумма выливается, потому что в Боре потери, получается, одной недели рабочей. Это одна четвертая часть от зарплаты месячной. Но это, конечно, жестко было бы. Поэтому, слава богу, конечно, я очень обрадовалась, что вот так все вышло. Три дня без паспорта поживу, ничего страшного. Поэтому все заберу через три дня. И ура! Этот вопрос решен потом уже только после этого. Кто, может, не знает нашу ситуацию, без вот этой выписки из Горохова я не смогу оформить многодетную книжку. А без этой многодетной книжки в Новосибирске я не смогу оформить никакие льготы и пособия. Поэтому вот такая запутанная цепочка. Сначала выписка, потом многодетная книжка, а потом только будем оформлять льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд детям и все остальное. Так что придется поработать, чтобы прийти к этому всему. В общем, не прошло и полгода, как говорят. А у меня это прошло недели две. Я сдала паспорт, мы сразу семью заболели. Сначала у нас переболели дети. Ну, легкая, вирусная, понятно, с температурой, сопли обычная такая. Ничего серьезного, ничего страшного. У нас тут полного Сибирска болеет. Мы кому не звоним, там заболели, там заболели. Ну и мы попали под эту волну. Да, и в Иркутске тоже, кстати, я звонила. Подруге, она говорит, тоже многие болеют. Поэтому, что хотела сказать я с этой болячкой. А, я сдала паспорт, у нас заболели дети. Я что-то плохо себя чувствовала. Потом через неделю где-то я слегла с температурой. Боря слег. Поэтому прошло две недели. Вот сейчас мы едем забирать паспорт уже с выпиской меня из прошлого места жительства. Короче, ребят, никогда не подумала, что могу такое сказать. Но говорю, поздравьте меня с выпиской из собственного дома. Это, конечно, шок. Ладно, в связи с продажей дома. Было бы понятно. А так просто. Все, паспорт я забрала. Штампик мне поставили, что снято с учета. Могу теперь подавать нам на одетую книжку. Ура, ура. Будем переходить на следующий этап. Это уже сентябрь месяц. Середина сентября почти. А у нас это... Мы не оформили ни льготы, ни проезд. Ничего не можем оформить без этой многодетой книжки. Но теперь еще нужно подать на эту многодетную. Записаться в МФЦ. Мы уже знали, какие документы. Все документы есть. Фотография есть. Все, только нужно подать. Так, чтобы на это видео заканчивать, успешно меня выписали. Это можно сделать, оказывается, на расстоянии. Может, кому тоже понадобится эта информация. Все тогда, ребят. Пока-пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok